Ни воды, ни отопления, ни газа. Жители двухэтажного дома на окраине Саратова вот уже 20 лет живут практически без удобств. Из коммунальных услуг у них только электричество. А вот отапливать квартиры приходится с помощью собственноручно построенных дровяных печей. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Сейчас вот наливаем и тепленькая водичка, потому что крудной ребенок, надо постираться и помыться. Русская печка семью Галины Сластихиной и от мороза спасает, и от голода. Ею отапливают жилье, на ней же готовят еду. Все бы ничего, если бы она не находилась в квартире. Построить печь в двухэтажном доме Галине пришлось, чтобы не замерзнуть. 20 лет назад здание отрезали от всех коммуникаций, кроме электричества. Теперь каждую зиму запасают дрова. Топить приходится несколько раз в день. Два раза, утром и вечером. А в морозы? Ну, морозов может быть и три. Потому что сейчас морозов нет. Ребенок-то маленький, пять месяцев. Ужасные условия. Мы уже так устали от этих условий. Уже невозможно в таких условиях жить. В таких условиях живут несколько семей. Почти в каждой маленькие дети. Зимой приходится тяжелее всего. Кто-то спасается печками, кто-то обогревателями. А Ольга перед холодами решила переехать. Сняла дом, потому что врачи сказали, в такой сырости ей жить нельзя. А в легких скапливается жидкость. Ее квартира на втором этаже. И здесь все стены покрыты плесенью. Я ставлю вот тут бачки. Вот тут текет, тут и здесь. В трех местах текет прихожка. Вот спальня, в двух местах у меня текет. Видите, стена вся черная. И вон уже трава растет в стене. Надо делать крышу. У меня все упало. Я ремонт делаю два раза на год. Сейчас делать ремонт. Бед только. Все текет и все падает. Здание для сотрудников в 70-е построила спецАТХ. У них же оно стояло на балансе. Уже в 90-е дом отрезали от воды и отопления. Но пока он был в нормальном состоянии, люди не так переживали. Проблемы начались, когда пошли трещины и начали рушиться стены. Жители попытались попасть в программу переселения из аварийного жилья, но опоздали. Мы не успели попасть в программу. Попали только те люди, которые до 1 января 2012 года обратились. Мы обратились, к сожалению, уже в 2014 году. Ну, сами видите, что дом не успеет простоять столько времени, сколько нам бы хотелось. Кирпичи и стен падают каждый день. Ремонт крыши тоже уже не помогает. Жители дома уверены, если их не переселят, то скоро дом разрушится и погребет их под своими стенами. Правда, к кому идти за помощью, уже не знают. Сегодня их последняя надежда – обращение к президенту. Люди хотят верить, что хотя бы глава государства сможет спасти несколько саратовских семей.